Так, прибавил в принципе на максимум, больше прибавлять смысла нет, потому что дальше будет хранить у себя тоже все настройки, сделайте погромче. И у меня следующий вопрос, будем ли проводить плановую часть, если новенький, кто плановую часть не слышал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует... Так, ответов нету, поэтому проведу вкратце тогда. Кому и в каких условиях могут быть нужны услуги компании? Услуги компании, в любом случае, если говорить о финансовой защите, нужны людям, у которых есть проблемы с кредитом, у которых ежемесячный платеж по кредиту приближен к его ежемесячным доходам, которые хотят узнать, что происходит с его кредитным договором, проверить его на юридическую частоту и грамотность. То есть, можно будет сдать его на диагностику. То есть, на диагностику, в принципе, можно сдать любые договора. При этом обязательно должен быть весь пакет документов, расширенная выписка, кредитный договор, все приложения. То есть, это все должно быть для максимально грамотного юридического анализа. Если документов будет недостаточно, ответ будет неполным и вряд ли удовлетворит клиент. Так, что получает клиент по итогу работы с компанией? То есть, когда появляются просрочки по кредиту, как правило, клиенту начинают начисляться штрафы, пение, комиссии какие-то. И все из них законы. То есть, большую часть из этого получится списать. То есть, благодаря компании Эскалар клиент сэкономит свои денежные средства на этапе того, что он не может платить по кредиту. Так, дальше он добьется. Расторжение договора, прекращение договорных обязательств между банком и клиентом. И выплачивать будет комфортный комп платежание через государственный орган, через федеральную службу судебных приставов. Будет выплачивать часть от официального дохода, в любом случае, среди денежные средства, которые ему пассивны. Так, начнем с первого этапа. Работа компании проходит в три этапа. Это досудебный этап, судебный и послесудебный. На досудебном этапе что происходит? То есть, это работа по нервному регулированию конфликта непосредственно с самим банком. То есть, она обязательно, ее нужно производить согласно законодательству. То есть, если мы ее не проведем, исковое заявление в суде просто-напросто не примет. То есть, мы отправляем претензии в банк, все это подкрепляем реестрами, что работа действительно проводилась, что мы ее провели другим образом и прикладываем все в дальнейшем к исковому заявлению. Переходим к судебному этапу. Здесь мы анализируем договор и смотрим, хватает ли всех документов для написания иска об расставлении договора и списании незаконной части. Если документов недостаточно, то мы начинаем писать их об истребовании документов, чтобы получить весь пакет документов. Это, как правило, расширенная выписка, графика утюжей, сам кредитный договор, все приложения к кредитным договорам. Это нам нужно для работы, для подготовления риска, для выявления незаконных пунктов. После того, как мы истребовали все документы, юристы садятся и начинают анализировать кредитный договор полностью со всеми приложениями документами. Анализируют, выявляют наготовные пункты, на основании этого и пишут иска о признании недействительного условия договора и их дотача в тайворах организма. То есть, после того, как мы истребовали, мы переходим в послесудебный этап. Здесь мы ведем работу в Федеральной службе судебных приставов для снижения процента к списанию ежемесячных выводов. То есть, как правило, пристав по умолчанию списывает 50% от официального дохода. Этот процент можно снизить обязательными платежами. То есть, имеются ли у нас дети на изделении, то есть, ухаживаем ли мы за инвалидами, покупка лекарств по рецепту врача, дорогостоящее, какие-то еще обязательные расходы. То есть, все это будет учитываться. Естественно, если выдачный минимум, то тоже будет учтено. То есть, естественно, если заработная плата 13 тысяч, допустим, и выплата 50% от 6,5 тысяч, то на жизни остается всего 6,5, при этом надо платить коммунальные платежи. То есть, здесь, в любом случае, пристав будет снижать эту сумму. То есть, на практике это так. Так, дотрону момент важности направления судебной корреспонденции от клиента к вам. То есть, по ходу работы могут переходить срочные судебные документы, такие как судебный приказ, либо зарочное решение суда. А сроки для отмены таких документов от 7 до 10 дней. 10 дней – это для судебного приказа, 7 дней – это для зарочного решения суда. Эти документы обязательно нужно отменить. То есть, если клиент задержит, мы отменить не успеем, то вы сами понимаете, это неприятный момент. Когда вы эти условия прописаны, то есть, клиент не может задерживать данные письма. То есть, этот момент очень важен. Так, разберем такой момент. Наверняка приходили уже такие клиенты, которые приходят, и говорят, что у них начали списывать денежные средства заработной платы. Либо там зарплатные карточки. То есть, здесь бывают обычно два варианта. Либо денежные средства списываются по постановлению об исполнительном производстве. То есть, это, как правило, бывает. Мы вынесем судебный приказ. Мы заседания, естественно, никого не звали. Судебный приказ клиент не получал. Судебный приказ поступил к приставам. И пристав, грубо говоря, в исполнительном производстве направил его по месту работы. И на основании данных представлений начали списывать денежные средства. Есть еще другой момент, называется безоцепным списанием. Когда списывают денежные средства внутри самого банка. То есть, у нас есть, допустим, зарплатная карта в банке, и там же есть кредит. И то есть, путем безоцепного списания сотрудники банка, так называем, начинают списывать все денежные средства с вашей зарплатной карты на погашение кредита. То есть, как с этим бороться? По поводу безоцепного списания здесь есть заявления, которые отправляются в банк. По поводу постановления о безбуждении исполнительного производства. Мы получаем постановление на месте работы, допустим. Видим то, что постановление было вынесено на основание судебного приказа. Ознакомились с постановлением только что. И то есть, на основании этого отменять судебный приказ. То есть, после судебного приказа нам не донесли информацию о судебном приказе в долгом области. То есть, на основании этого можно будет отменить. Так, как мы работаем с автокредитом и ипотекой? В любом случае, мы за них ответственность не внесем. От кредита и ипотеку в работу не берем. Мы их можем только провести через диагностику. Посмотреть, правильно ли составлен договор, нет ли каких-то подковырек в самом договоре. Мы можем получить анализ после диагностики и принять решение, брать ли у клиента еще потребительские кредиты. Брать ли эти потребительские кредиты в работу, либо мы не сможем клиенту вообще помочь, потому что наградим. То есть важно спросить, готов ли он расстаться с этим имуществом, которое в залоге. В большинстве случаев большая вероятность, что с этим залогным имуществом придется расстаться. Так, как мы работаем с индивидуальными предпринимателями. Индивидуальный предприниматель – это, в принципе, тоже физическое лицо, но имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому работу судебное производство, точнее, по индивидуальным предпринимателям будет проводиться в арбитражном суде. С арбитражным суданием мы не работаем, поэтому к этому клиенту помочь не сможем. То есть взять его сможем в работу только в том случае, если итог будет амулирован. И судебные заседания не начнутся раньше, чем он закроется с палкой ЕДП. То есть им идет индивидуальное предпринимательство. Так, хочу также разобрать работу с поручителями и со-заемщиками. То есть кто это такие? Поручитель – это лицо, которое поручилось для основного заемщика, то есть основная заемщика брал денежные средства в банке, а поручитель поручился для него. То есть он будет выплачивать денежные средства только в том случае, если основной заемщик не платежеспособен. Со-заемщик – это, допустим, два или три лица, ну, по-разному может быть, которые равными долями пользовались денежными средствами. Такие люди ввесут равные отверстия за денежные средства, рубеженных на этапе исполнительного производства. Когда возведено исполнительное производство, начинают списывать денежные средства. То есть поручители и со-заемщика будут солидарно списывать денежные средства. Но если основной заемщик платежеспособен, то поручитель в регистрационном порядке сможет потребовать денежные средства брал у основного заемщика. Что касается со-заемщика, если они отдали по ровной сумме, допустим, был миллион, отдали обе 500 тысяч, то никто у кого ничего потребует, то есть это произошло так, как оно должно быть. Так, ознакомлю вас с двумя статьями. Это статья 101, закон об исполнительном производстве. Так, это у нас виды дохода, на которые не может быть обращено взыскание. И статья 457, это виды имущества, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. То есть, если будут задавать вопросы, что могут описать у меня извущества, либо на какие денежные средства могут наложить аресты, то есть из этих двух статей вы сможете дать ответ. Так, в принципе, с плановой частью я закончил. Предлагаю перейти к вашим вопросам. И до ваших вопросов задавайте. Продолжение следует... Так, повторяю еще раз номер статьи. Статья 101, закон об исполнительном производстве. Это закон о том, на какие виды дохода может быть обращено взыскание по исполнительному производству. То есть, какие денежные средства может списать 300 в счет погашения исполнительного производства. И статья 457, виды, ой, так, имущества, на которые не может быть обращено взыскание. То есть, какое имущество не подлежит взысканию по исполнительному производству. То есть, это единственное место жительства, там, домашнее... Средства домашнего обихода, то есть, определенные. То есть, там все указано, что они могут забрать. То есть, там, если есть несовершеннолетние дети, которые учатся, то есть, не могут так писать компьютер, то есть, не могут вас выселить из единственного места жительства, забрать это жилье вообще от погашения дома. То есть, там очень много полезной информации. Так, сейчас. Так, я 101. Так, давайте начнем. Так. Так, давайте начнем. Так, удержание с пенсии какой части базовой или общей с надбавками правительства. Так, насколько я... Это нужно... Это можно будет уточнить как раз в данных статьях, то есть, в статье 101. Там можно будет узнать, за какие надбавки может быть наложено удержание, а на какие нет. Так, жду ваших вопросов, давайте. Так, может ли удерживаться пенсии по инвалидности? Да, пенсии по инвалидности удерживать ногу. Так, может быть, сalityку с пенсии. Так, люди... Так, вот... Пенсии по инвалидности... Так, вот... Так, вот... Так, вот здесь... Так, вопрос-то. Так, вот... Так, вот здесь... Так, вот здесь... Так... Продолжение следует... 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 Может быть, расписали обычно исковые, то есть попадают в суд по почте, а вы, то есть, отнесли лично. Может быть, в расходстве именно тех самых реестров вы расписали. Я лично так думаю. Продолжение следует... ...и обговорить им сумму, которую вы готовы платить по исполнительному производству. В любом случае, она будет не колоссальная, то есть эта сумма будет соразмерная, в принципе. Она будет приемлемая по сравнению с требованиями банка, которые они просили с вас, так и они просили ежемесячные выплаты. Естественно, при долге миллиона рублей, тысячи рублей, этого будет недостаточно. Теперь сумма должна быть побольше. Спасибо. 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 Так, если вопросы еще есть, задавайте. Подожду некоторое время. Что делать с клиентом? Судебный приказ для об отмене обыскания банк молчит два месяца. Пускал отходы пока. Так, смотрите. Я опять не понял вопросу, что такое судебный приказ об отмене обыскания. То есть это получается определение об отмене судебного приказа, что ли? Так получается. Если я правильно понял, то есть мне отменили судебный приказ, получили определение об отмене судебного приказа, банк пока молчит. То есть в этом случае либо юристы компании подготовят их в суть, либо сам банк инстерирует судебное заседание нормальное представленное материалом дела, то есть на котором можно будет написать поздравление, встреча и отстоять наши права. То есть это в принципе нормально. Если с пенсии удерживают 50%, у человека устраивается на работу. Тогда как? Если он устроится официально, то силы официального дохода также будут удерживать еще 50%. Если устроится будет неофициально, то доход будет не отследить, и предыскания на этот доход обращено не будет. Спасибо. Спасибо. Так, если вопросов больше нет, предлагаю закончить. Рад был провести вам вебинар. Всем удачного дня. До свидания.